В рамках своего депутатского отчета в Артемовске приехал депутат Законодательного собрания Свердловской области Максим Иванов. Цель визита она одна, то есть мы были в субботу в селе Покровском, сегодня мы были в 12-й школе, в 8-й школе. То есть в рамках своего депутатского отчета я езжу по территориям, контролирую в том числе и освоение денег, которые выделены из резервного фонда правительства. В частности в 12-й школе замена части оконных блоков. В селе Покровском это у нас ремонт танцевального зала. Ну и вот вместе с тем мы проводим встречи с педагогическими коллективами. Для чего? Для того, чтобы понять, вот у нас сейчас продекларировано 30-ти процентное повышение фонда оплаты труда педагогов. Но, к сожалению, у всех территориях педагоги реально получили увеличение зарплаты на 30%. В каких-то территориях, как Туринск, например, проблем не особо много. В Алапаевске мы были вчера, там тоже педагоги, вроде все в порядке. Вот у нас в Артемовском городском округе, к сожалению, сегодня выявилось, что педагоги получили повышение заработной платы порядка 12%. Мы понимаем, что повышение фонда оплаты труда это не значит повышение зарплаты автоматически. Но вместе с тем, если фонд оплаты труда учителей увеличивается на 30%, то и учителя должны это были почувствовать. Почему это не произошло, сейчас будем разбираться. Завтра у нас собирается рабочая группа в областной думе. На следующей неделе у нас будет заседание областной думы. Мы будем проводить рабочие встречи с министрами для того, чтобы нам был понятен алгоритм повышения размеров фонда оплаты труда педагогов. И как этот фонд расходуется, какой алгоритм действий. Проблема есть, проблему мы знаем, будем решать ее. И в этом плане будем дальше двигаться и работать. Если мы сказали, что фонд оплаты труда увеличится с 1 сентября, значит с 1 сентября кто недополучил, он дополучит то, что есть. Надо разобраться с методикой начисления заработной платы. То есть в Туринске, например, если фонд оплаты труда у школы был 6 миллионов, он стал 7-800. И учителя, в принципе, не высказывают недовольства. Если здесь нам сами директора школ говорят о том, что даже фонд оплаты труда повысился на 13%, то это о чем-то да говорит. Поэтому мы будем разбираться, кто виноват в данной ситуации. И безусловно, когда проблема будет решена, тогда педагоги, я надеюсь, получат все то, что они недополучили. Если ошибка была со стороны действительно каких-то там управления образования или министерства образования, то есть будем выяснять это все. Данная проблема существует не только в АГО. В данный момент рабочей группой готовятся соответствующие запросы.